всем привет доделал я сегодня финальное изделие японский топорик который приехал в подарок вот как он теперь выглядит начну по порядку обточил рукоять как мне удобно скажем так не стал колхозить здесь отверстие вставлять трубку поставил шнурок просверлив отверстие самих плашках так как здесь за счет того что вся нагрузка будет непосредственно обжимать получается стальную сердцевину никаких проблем быть не должно веревка любая подойдет веревка на самозатягивающийся узел так называемый висели не висели в принципе все очень быстро и просто делается также легко снимается ну и основное ножны скажем так если их можно назвать ножнами здесь проклеил хлястик сама система довольно простая отдельно покажу внутри прошил само крепление выбрал в коже небольшую часть под каборную заклепку проклеил куском кожи и звенела соответственно здесь больше ну так чтобы симпатичнее было поставил более жесткая часть получается прошел тут чуть-чуть дополнительный кусок кожи он так как на сумках крепится из разных кусочков кожи все это получилось сама система очень проста так как форма у топора далеко не стандартная сейчас попробую по кромке кромку по новой сформировал сделал небольшой угол для топора так с таким сведением он не особо удобнее показать тут порядка двух миллиметров начинается сведения режет очень интересно кстати сейчас попробую если будет слышно даже при нарезание чего бы то ни было детку бумажку ты бумажек не особо как всегда газета сейчас попробую в тишине даже при нарезании газеты издает тонкий звук очень интересно не знаю с чем связано металл очень качественная углеродка затачивается хорошо кромку набирает остроту очень очень сильно так как форма еще раз повторюсь далеко не стандартная у данного изделия пришлось сделать скажем так вставляется непосредственно сверху фиксируется вот в этой части в основном спокойно вставляется очень плотно и длинный хлястик сделан для того чтобы просто его не перерезать если будет короткий можно случайно перерезать так как он длинный он все время сила тяжести его в одну сторону толкает соответственно закрывается все очень плотно ничего никуда не шатается вот такое вот изделие может кому пригодится сама система так же в принципе по такому плану можно кто любит собой брать в поход какие-то кухонные топорики так как они очень универсальные здесь в данном случае он и для леса очень хорошо подойдет так что в общем такое изделие приобрело на мой взгляд законченный вид ничего сложного нет как бы тут шов уже поровнее получился здесь уже конечно совсем хорошо можно сказать но все пока в экспериментах с обратной стороны все равно немножко кривенько нитка идет с этой в принципе она тоже кривенько но так как здесь оттенок потемнее здесь кажется более ровно пропитал акриловой пропиткой она в принципе жесткости то не особо дает но совсем то в воде он не особо будет находиться поэтому вода стекает и и хорошо так что еще раз повторюсь вот такое вот изделие получилось в законченном виде убрал все эти острые углы очень уж они были неудобные потоньше сделал в принципе тут никаких каких-то идеальных геометрических форм не выводил то что вышло то и вышло что называется звук конечно интересный если подвесить качественная углеродка что еще могу сказать так что ближайшее время может в этом месте еще там по бритвам кое-что завершу ну а там видно будет в общем вот такое изделие может кому пригодится сама система вот так вот теперь это выглядит можно уже брать с собой у нас что-то попрохладнее стало поэтому уже как потеплеет обязательно пойду в лес ну и что-нибудь порублю поэкспериментируя с данной геометрией в принципе заменит и нож и топор такое одно универсальное изделие всем удачи всем пока 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 пока